11 августа на стадионе «Атантранс» прошли соревнования единого дня выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Соревнования включали в себя атлетическое многоборье с элементами ГТО в рамках спартакиада работников Смоленской АЭС-2018. Всего в соревнованиях приняли участие 66 человек из 11 цехов и САЭС-сервис. Начался спортивный праздник с веселой общей разминки. После прошел розыгрыш лотереи и везунчики получили сувениры от профсоюзной организации. И начались соревнования. Спортсмены состязались по пяти видам спорта. Бег 100 метров все. Затем женщины и мужчины пресс за одну минуту. Женщины отжимания. Мужчины подтягивания. Прыжок в длину с места. И метание гранаты. В каждой группе у нас есть лидеры. Сейчас приходят, я смотрю, молодые спортсмены, кто раньше занимался активно спортом, а сейчас будут активно заниматься физкультурой. Командный дух сочетался с соревновательным. Задача стояла двойная – сдать личный норматив и победить в командном зачете. Всероссийский день физкультурника на этом замечательном стадионе был представлен грандиозный, хороший в этом смысле слова концерт. Концерт. Соревнования замечательные. Очень много сильных спортсменов. Очень приятно с ними бороться. Ну и всегда хочется побеждать, конечно. Уже есть рекордсмены по сдаче норм ГТО не только на Смоленской АЭС, но и на уровне концерна «Росэнергоатом». Нормы ГТО мы сдавали в городе Удомля. Мы такие первопроходцы были в этом мероприятии. Очень получилось отличное мероприятие. И праздник, и народу было интересно, здорово. Какая-то действительно ностальгия и воспоминания прошлых лет. Действительно, это здорово, это весело, это праздник для всех. Готов к трудообороне, всегда готов к любым испытаниям жизни. Соревнования завершились. Личные рекорды установлены. Победителей ждут золотые и серебряные значки. Команды тоже показали себя на высоком уровне. Первое место завоевал реакторный цех. Второе место – цех обеспечивающих систем. Третье место – у Смоленской АЭС-сервис.